Сейчас прозвучит сигнал на обеденный перерыв, и многие из этих девушек, работниц Смоленского завода средств автоматики, соберутся в ленинской комнате, чтобы послушать рассказ старой коммунистки Анны Петровны Куропатковой. В 1918 году состоялся первый Всероссийский съезд работниц и крестьян. На этот съезд приехали изо всех уголков нашего огромного Советского Союза. 19 ноября ровно в 10 часов утра товарищ Ленин приехал, но он приехал так незаметно, так тихо, и сел и сидит с работницей, расспрашивает ее о жизни, как они живут. Вдруг поднимается президиум, и мы почувствовали, что приехал Владимир Ильич Ленин. И вот Владимир Ильич Ленин вышел, стоял перед нами очень долго, поднимал руку, чтобы мы закончили плодировать. Но как товарищ Ленин поднимет руку еще громче, раздается приветствие. Помню, выступала одна крестьянка, когда присутствие товарища Ленина. Она рассказывала о таком тяжелом положении, в каком находилась тогда в деревне женщина. И она рассказывала, что товарищ Ленин, у меня три сына в Красной Армии. Приеду с этого съезда и одного сына еще пошлю обязательно защищать нашу Родину. Вот таким был Владимир Ильич Ленин, как он с таким желанием. Она была в лаптях, одетая была плохо, в царапане. И он с таким удовольствием смотрел, что такая простая женщина и так могла говорить в настоящее время. Я сейчас, то уже 50 лет прошло, как слушала Владимира Ильича Ленина. Но у меня, товарищ Ленин, сейчас в моих глазах и в памяти и все выполняют то, что мы дали завет Владимиру Ильичу Ленину.